Всем привет! Смотрите на мне какая мальчика. Я ее списала на домашнюю. Знаете почему? Я, кстати, рассказывала об этом в инстаграм. Кто подписан, уже видел. Это ужас какой-то. Покупала в Нью-Йорке, и я вам показывала эту. Темно-такую зеленую, болотную. И такая желто-оранжевая. Я еще и не носила. А вот эту я одела всего лишь, наверное, раза два-три. Наверное, два раза. А зеленую я одела три раза. Так вот, они вообще ужасные. Это просто жутко. Я просто возмущаюсь, потому что я давно такого Гэй не встречала. Я понимаю, что они там стоят недешево. Но я же не покупала ее на один раз. В общем, после двух носок у меня вот здесь вот под руками здесь вот все разошлось. С одной и со второй. И сбоку там по шву, точнее не по шву, а даже возле шва образовалась дырка. Такое ощущение, знаете, как будто бы мышь какая-то прогрызла. Я увидела, так расстроилась. Я так хотела эту майку. Мне так понравилось. Конечно, ужас. А вот темно-зеленая после двух стирок, наверное, вот тут вот под мышками сразу уже пошли катышки. Я думаю, еще несколько стирок, и ее тоже можно будет списывать на домашнюю. Мне так жалко было ее выбрасывать. Решила, поношу еще дома, там, не знаю, недельку-две, может, месяц. И потом она уже до конца все разойдется, и я ее выброшу. Но это ужас какой-то. У меня, например, в Second такого никогда не было. Бывало там, конечно, какие-то косяки, да. Но чтобы с новыми вещами так. Так, New Yorker меня вообще расстроил, не знаю, ужас какой-то. Я не ожидала, что настолько все, конечно, будет плачевно и печально. Теперь буду покупать только маечки в Second. Вот тот, кто пишет, фу, в Second, фу, вот вам новые майки в New Yorker. Пожалуйста. Полная Гэ, вообще ужас какой-то. Конечно, я не хочу тратить там бешеные деньги на все эти майки, поэтому для себя решила. В Second мне, в принципе, вполне нравится качество. Потом буду покупать там. Сейчас хочу покушать супчик. И я такая довольная, потому что у меня прошла моя голова. Здесь у меня, кстати, осталось совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Не влезла в тарелку. В общем, начинается вот это вот межсезонье. Начинается эта дурацкая погода. И у меня начинает, как всегда, палить голова. Раньше я этим не страдала. А теперь вот тот год и этот. Все не могу. Чем лечиться? Вот чем. Вина дома не было. Точнее, есть, но я такое не люблю. В Украину мы поедем скоро. Я думаю, я там себе купила свое любимое. Когорчик. А сейчас вот нашла ликерчик этот. Он крутой. Мне так понравился. Его еще можно добавлять в кофе и, например, с мороженым. Это просто обалденно. Попробуйте. Тот, кто любит ликеры, тот, кто любит Бейлис. Думаю, поймут меня, о чем я говорю. Вообще обалденно. Мороженое. Сверху ликерчик. Ну, просто. Сейчас покушаю супчик. Доем, точнее, здесь две ложки. И надо заняться готовкой. Горячую темыть приготовить. А то как-то у нас тут все уже позаканчивалось. Хочу сегодня сделать, наверное, овощи с грибами, без всякого мяса, без ничего. В общем, типа а-ля диетический ужин. Приятного мне аппетита. И вам, если вы тоже кушаете. Ужин мой в процессе. Я еще решила забомбить вот такую вот пиццу. Она, можно сказать, диетическая, без майонеза. Тесто я покупаю. И там внизу соус с оливковым маслом. Специи и чеснок сухой. Здесь колбаска. Лук. Огурчик свой. Что мне здесь еще? И сверху немножко посыпала свежей петрушкой и приправками. Еще все. Ничем поливать не буду. Никаким майонезом, ничего. Духовку уже разогрела. Скоро буду ставить, готовиться. И ужин у меня будет сегодня еще такой, опять же, грибной. Да, грибы побольше, шампиньонов и овощи. Сегодня будем без мяса. Так сказать, пост. Сейчас буду все готовить. Покажу вам уже в конце, что у меня получится. Пицца моя уже там запекается. Забыла еще сказать, что внизу у меня сыр. Не наверх я сыр сыр сыпала, а вниз. И здесь у меня уже овощи мои потиху обжариваются. Так, сейчас нужно их помешать. Я уже нарезала грибочки. И там у меня петрушка добавлю в конце. Пусть у нас сегодня такой интересный ужин без мяса. Надеюсь, Юра заценит. Потому что мужики такие без мяса не живут. Овощи мои уже вжарились. Минут, наверное, 5-7. Я уже добавила сюда грибочки. Добавила я уже, кстати, сюда соевый соус. Добавляю на глаз. Попробуйте. Если вы не готовили в соевом соусе овощи, то, мне кажется, много чего потеряли. Это совсем другой вкус. Овощи получаются очень сочные, нежные. Вообще, обалденные. У меня сейчас вот такой вот, кстати, из фикс прайса. Довольно-таки неплохой по составу. В принципе, нормальным. Добавила уже соевый соус еще несколько минут. И в самом-самом конце, уже практически перед подачей, я добавлю вот свежую мелко нарезанную зелень. У меня здесь петрушка. Вот у меня уже все готово. Петрушку забросила. В самом-самом конце. И здесь у меня уже готова моя красотка пицца. Слегка немножко по краям подгорает. С одной стороны, у меня почему-то работает очень странная духовка. Но ничего страшного. Так что будем садиться кушать. Всем приятного-приятного аппетита. Думаю, что скоро поедем в Украину. Я себе там куплю своего любимого когорчика. Потому что у меня уже все позаканчивалось. Все запасы. Я вам показывала вот этот вот ликерочек. Он там стоит. А сегодня как-то не знаю. Хотела с утра кофе попить. Юра молоко все выпил. Я без молока не пью. А сейчас мне что-то захотелось. Вкусную конфету. Вот я не знаю. Чувствую приближение красных дней. И мне прям хочется. Такие вот у меня есть. Интересно. Юра как-то покупал. Так вот они выглядят. Там внутри как карамелька, как тофи. Две штучки возьму. Они у нас уже давно открытые лежат. Я люблю, когда у меня есть что-то такое. Знаете, захотела сладкое. Особенно кто-то эти дни закинулся. Там одну, двумя и все. Так, даже не знаю. Несколько месяцев, наверное, точно. Так, чуть вас не забыла. Ой, капец какой-то. Сейчас у меня стирка тут идет полным ходом. Все стирается. Юра, кстати, пошел. Мой сертификат дальше приходить. Который мы выиграли. Время еще есть до конца года. Сто бокалов, а мы даже половины не выпили. Так жалко. Блин, капец. Поэтому сейчас он пошел. Я тут дома одна. Занимаюсь домашними делишками. Стиркой. Так. Пойдем сейчас повесим все. Так, пока буду вешать, вам расскажу. Ой, ой, ой. У меня тут темно. Сейчас, секундочку. Я включу свет. Такая темень уже прям непривычно. Куда мне вас поставить, чтобы мне рассказывать было удобно? Вообще не знаю. Поставить некуда. Блин, что придумать. Капец. Ладно, возьму такую книгу. Будет у меня подставка. В общем, тот, кто следит за мной в инстаграм. О, отличненько. Те видели, что я ходила недавно в косметологу. Я, кстати, давно хотела, потому что у меня как-то кожа испортилась. Не знаю, может быть, на видео это не особо заметно, но много черных точек. Комедоны. Сейчас, конечно, мне немножко высыпало перед этими днями, но тут немножко замазалось. В принципе, не видно. Я давно хотела сходить и наконец-то вот решилась. Поехала. И я, на самом деле, осталась под таким хорошим впечатлением. Я немножко боялась. Думала, это больно будет, вот эта вот чистка. Но все терпимо. И ничего не больно. Сделали мне несколько масок. Я уже не помню, какой там, как там, поэтапно, что идет. Одна, конечно, какая-то кислотная, по-моему, какая-то маска была. Вот она не очень приятная. Прям кожа пощипывала, покалывала. Но это терпимо, потому что там смесь нескольких кислот. И получается вот такая вот реакция. Потом еще там какой-то пилинг был. Потом еще какая-то масочка. Потом уже была сама чистка аппаратом. И какие-то вот всякие подкожные прыщички, да. Как бы там они, естественно, вот, в общем, ручная чистка была еще. И я так как-то переживала. А потом так как-то расслабилась. Мне абсолютно было не больно. Поэтому, девочки, если вы боитесь как-то чистки, это абсолютно безболезненно. Хотя у нас у всех порог чувствительности, порог, болевой порог, он у всех разный. Кому-то больно, когда ты что-то давишь. У кого-то кожа сразу начинает как-то реагировать. Немножко где-то выдавит там-там. Уже потом, например, в другом месте становится больно. Но мне абсолютно было терпимо. Ну, в принципе, я говорю, что сильно переживала. А как-то по факту оказалось, что все нормально. Когда у меня уже закончилась вся эта чистка, вся эта процедура, была еще такая маска. Вот как она называется? Боже, они сейчас так очень актуальны, эти маски. Альгинатная маска. Вот, чуть не забыла. И мне сказали, что она делается только вот в таких вот салонных, да. В салонах. Потому что дома ее сделать самому сложно. И нужно ее делать в положении лежа, чтобы кожа не провисала. Когда вы наносите эту маску и ходите с ней, то это неправильно. Все ваши морщинки, все ваши складки, все ваше лицо как бы сползает вниз. Ну, зачем вам это надо? Поэтому это нужно делать в положении лежа. Либо если у вас есть дома кто-то, кто может вам нанести эту маску. Может быть сестра, там мама, подруга. То тогда, конечно, да. А так, конечно, она делается именно лежа. Я потом еще лежала, так релаксировала минут 15-20. Для меня это, кстати, было самое тяжелое. Это вот просто лежать с этой маской. У меня были закрыты полностью глаза. Полностью рот. Я не могла не говорить ничего. Так. Камера. Ку-кули. Ку-ку. Так, что меня не признает? После чистки лицами не признаешь? Да, ну. О, признала. Для меня это было, кстати, самое тяжелое. Именно вот лежать с этой маской. Эти 15 минут, когда ты не можешь ни говорить, ни открывать глаза. Я просто такой человек, что я не могу как-то расслабиться. Я не могу спать. Именно когда я не в кровати, да. Кто-то есть такие, например, как мой Юра. Он может ехать в машине и брыг там заснуть. А я нет. Мне нужно лечь спокойно в свою кроватку. Тогда я только засыпаю. И 15 минут я провела просто вот так, знаете, как болван. Какие-то мысли свои крутила в голове. О чем-то думала. Что-то передумала. Вот это было для меня самое тяжелое. Все. Потом эта масочка снимается. Так. Хотела тоже заснять. Но у меня глаза закрыты. Рот закрыт. Я не могу ни телефон не включить. У меня Face ID. Он никак меня не распознает. В общем. Закончилась эта масочка. Мне дали рекомендации. Дали пробнички косметики попробовать. Я вам, кстати, сейчас покажу. У меня в ванной есть. Правда, я уже несколько использовала. Рекомендации. Там нельзя сразу после чистки где-то... Опять. Сейчас меня видно не будет. Сутки нельзя пользоваться косметикой. Потом нельзя кушать сладкое. Поэтому, если вы хотите посидеть на диете и не знаете, как это сделать, сходить на такую процедуру. Это вам будет таким пинком и стимулом, да? Отказаться от сладкого и от алкоголя. Там еще, конечно, другие там требования. И я как-то так, знаете, немножко так прям подзагнала. Сейчас мне захотелось конфетку. Так, вот у меня здесь кое-какие пробнички еще остались, которые мне дали. Вот такой вот кремушек дневной. Я еще не пробовала его, не открывала. Вот такой вот пилинг. Попробовала разок. Запах очень странный. Вроде бы сладкий, а вроде какой-то и вонючий. Крем антикуперозный. Мне сказали, что у меня есть немножко купероз. Никогда не замечала. Совсем чуть-чуть. И такая вот крем-маска. Тоже еще не пробовала. Закрытые лежат. А потом был такой гель-мус для умывания закончился. И так, и все, наверное. Да. И еще после чистки лицом сказали 7-10 дней протирать хлоргексидином. Я умываюсь, потом протираю хлоргексидином. Потом тониками наношу кремушек. И все. Но вот такой вот чистый нос, как у меня был после процедуры, у меня такого никогда не было. Я заметила сразу результат. У меня уменьшились мои поры. Почистился носик. Почистилось все. Такие процедуры рекомендуют проходить раз в несколько месяцев. Чистку, наверное, раз в три месяца. Хотя тоже все зависит от состояния вашей кожи. Мне сказали, что кожа, в принципе, в хорошем состоянии. Я так обрадовалась. Хотя я, вы, наверное, замечаете по моим видео, да, по моим пустым баночкам, я не пользуюсь какой-то супер дорогой, супер люксовой косметикой. Совершенно обычная косметика. Масс-маркет даже. У меня было несколько люксовых продуктов. Но это так, знаете, с забегом. А так, в принципе, я стандартно ухожу за своей кожей. Но вот как-то почему-то, не знаю, может быть, с возрастом расширились поры. Появилось много черных точек. Дали мне рекомендации по уходу. Потом я такая довольная вышла. Думаю, что обязательно повторю. Возможно, в следующий раз постараюсь уже, как бы, поснимать всю эту процедуру для вас. Тот, кто решается, тот, кто хочет сходить. Я думаю, вам будет интересно посмотреть на все это. А что ты здесь читала? Да камеру я ставила на эту книгу. Мне негде было поставить. Я отвечал его к Господу и сказал, знаю, что ты все можешь. И что намерение твое не может. Просто я снимала тут, пока вешала белье. Мне некуда было поставить. Слушай, я отвечаю, что мне ничего не разумеет. Так я и говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, которых я не знал. О, Господи. Расскажи нам, как ты отдохнул, пока я тут была одна. А ты сходил по моему сертификату. Нормально? По твоему или по моему? Людей много было? Это уже мой сертификат. Смотрите, какой довольный пришел. Людей много было? Поэтому я отстрекаюсь и раскаиваюсь, прахи. Юра, я запикаю сейчас. Народу было много? Нормально, достаточно. Полное? Да. Хотя будний день, в общем, там всегда полно. Вот это нытик стоит, тут моет. Юра, кстати, тоже себе приложение установил, Терра Пицца. И мы тоже сегодня баллы начислились. А так как я ему дала свой промокод, мне получается тоже там 20 баллов начислили. То, что он сходил и первый раз делал заказчик. Приятно. Я уже, кстати, по своим баллам заказывала бесплатно два кофе, два капучино у нас было там в прошлый раз. Недавно мы с Юрой что заказывали? Крылышки, да? По моим баллам. Бесплатно такая тарелка крылышков с острым соусом. Тоже очень вкусно. Поэтому я там пять копятся баллы. И потом я опять что-нибудь себе закажу. Кто читал? Что это за книга? Не знаю. Танасерфинг. Читал кто-нибудь? А ты читал? Я читал. Да. Вот. А я не люблю читать. Юля не любит читать книжки. Нет. Поэтому, кто читал, поделитесь мнением о данной книге. Ну да, напишите, кто читал, как вам вообще. Нравится, не нравится. Что ты, Дэйзи тоже хочет? Прыгон, прыгон. Дэйзи хочет тоже вот на камеру хочет. Ага, всем показаться. На. Держи. Дай Буську, дай. Ой, господи, Дэс. На, свою книжку. У нас тут, кстати, стоит. Так, а я вам покажу. Достался нам еще один телевизор. Малюсенько-малюсенький. Это самый первый, который у нас был. Давным-давным-давно. Потом к нам приехал один большой, потом второй большой. Это уже, наверное, третий большой или второй большой. И вот приехал опять этот маленький. Папа там себе купил какой-то новый. Нам говорит, вам нужен этот. И он малыш. И мы хотим его повесить на кухню. Я не знаю, как он тут вешается. Юра, наверное, нужно будет покупать, да, как я думала, или как он вешается. Он же, наверное, так не повесится к стене, да? Надо покупать эту, такую штуку, да? Мне кажется. Тут как-то нету его как вешать. В общем, нужно будет купить, не знаю, как это называется. Которая на стенку крепится. И, может быть, в ближайшее время как-то у нас будет телевизор на кухне. Хотя он мне не нужен, но так как он там валяется без дела уже в каждой комнате. У родителей есть телевизор и на даче. Поэтому подумали, что, в принципе, на кухню можно будет его повесить. Может, будет у меня там дом-2 трындеть на заднем фоне. Ой, как они тут понаставляли. Они хоть сами разберутся, сколько здесь поставили. Потиху заполняется. Сертификатик. В общем, ты рад, что сходил? Юр, ты рад? Нормально. Нормально? Лучше бы, конечно, например, было бы... Нет, ты понимаешь, если бы мне, допустим, сказали бы сертификат на 100 бокалов лимонадов, и их не будет, то ты знаешь, я бы был бы больше доволен. А на 100 пицц я бы была больше доволена, чем пиво. Пиво равнодушное нам, чтобы пиво пиво... Просто пьем, чтобы, ну... Просто было бы клево, да, если бы, например, это было бы перед моим днем рождения или твоим, да? Вот как мы ходили, например, там, позвал компанию, друзей, то, конечно, да, там, проставил пиво. Грубо говоря, бесплатно, только за еду там заплатить. Потому что пиво так выходит... Сколько? 5 рублей? 5 с половиной? 5 с половиной? Так это вот обычное, самое такое светлое. Если темное, подороже. Вот. А так, когда, как бы, мы не фанаты пива, то, в принципе, я чувствую, что мы его даже не используем до конца. А вот если бы там, например, пиццы были или суши или там еще что-нибудь, не знаю. Мне бы даже, наверное, больше было бы приятно на 100 кружек кофе, да? Чем пиво, например. Ты бы хотела, чтобы было бы 100 кружек кофе вместо пива? Нет, лучше пиво. Чего? Ну, потому что кофе 2 с половиной рубля, стоит пиво 5. Нет, ну ты по цене смотришь, а я так смотрю, что, ну, как бы, кофеев, мне кажется. Лучше было бы идешь, взял с собой. Например, можно было бы даже на вынос. Взял с собой в этом стакане и все. И пошел. Вот так. Начинается. Вот человек побыл в кафе, пришел домой голодный. Нет, я хочу врачин есть. А что ты хочешь? Вкусного чего-нибудь хочется, сладкого. Мне сырок есть. Кстати, кстати, вкусные сыроки покажи. Мне понравились. Еще мне, кстати, белак. Я, конечно, не очень люблю эту нашу фирму белак, но вот именно этот с кокосовой начинкой вкусный. И еще у них вкусный... Нет, с кокосовым самый невкусный. Самый вкусный? Ореховый самый вкусный. Ореховый, вот. Ореховый, классный. Ну и кокосовый тоже, в принципе, более-менее мне понравился. Ну иди, сырочек. Скуша, я здесь сейчас сижу, делаю еще видео. У нас уже, наверное, часов 11, с начала 12-го. Еще немножко поделаю видосик и все, буду уже собираться и ложиться спать. Так что буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи. Пока-пока.